Машина сантехнической службы приезжает по нескольку раз в день на центральный проход к пляжу Суко для откачки канализационных сбросов. Владельцы сетей, располагающиеся рядом с дравницей, до сегодняшнего дня проблему просто игнорировали. Пока в ситуацию не вмешалась администрация города, Роспотребнадзор и военное надзорное ведомство. Поступает шквал обращений от жителей сельского округа, от отдыхающих. В основном от отдыхающих, естественно, им не нравится происходящее. Мы в течение четверга, пятницы, выходные дни работали в экстренном режиме, пытались откачивать, вывозить канализационные стоки. В пятницу проводили обеззараживание этой территории охворкой. Коммуникации построены Министерством обороны. Федеральное ведомство выдает технические условия, присоединяя все новых и новых потребителей. Администрация Анапы направила десятки писем в Минобороны с требованием провести модернизацию сетей. Военную прокуратуру с просьбой вмешаться. Аварийный участок находится на территории санатория «Золотой берег». Однако руководство учреждения нести за него ответственность не собирается. Территория на самом-то деле – это Министерство обороны. Коммуникации не наши. Наши коммуникации, которые относятся к санатории «Золотой берег», находятся на другой стороне реки. Мы сюда вообще не имеем никакого отношения, ни выброса, тем более. Все это находится, труба идет с той стороны, со стороны тех лагерей, частных секторов. А здесь просто наша территория и все. Чтобы ликвидировать последствия выброса канализационных стоков, в решение проблемы включилась городская администрация. Сегодня мы выполняем ряд работ, которые все-таки, думаю, обеспечат, чтобы канализация не вытекала на проход к морю. Мы проведем дезинфекцию этой территории, почистим. Как будет происходить дальше, мы можем только прогнозировать и смотреть ежедневно, ежечасно осуществлять мониторинг этой ситуации. Увеличивать, может быть, получится увеличить объем перекачки, если насосная станция будет работать в авральном режиме. Ну, будем смотреть. Сегодня злополучный колодец был восстановлен и поднят над уровнем земли практически на метр. Это предотвратит дальнейший разлив канализационных стоков. Сейчас владельцам сетей совместно с эксплуатирующей организацией необходимо откачать колодец и прочистить канализацию. Ситуация остается на контроле городских властей и Роспотребнадзора.